Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Дэйли Яропонлайн. У меня в гостях вновь Константинович Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Здравствуйте, Константинович. Здравствуйте, Михаил. Итак, Константинович, мы с вами подводим итоги недели. Но давайте с вами начнем с сегодняшней новости. Именно с приказа министра обороны России Шойгу, который фактически призвал всех членов добровольческих организаций, не входящих в состав Минобороны, подписать контракт с Минобороны и тем самым как бы инкорпорироваться в структуру Министерства обороны. На что Евгений Пригожин заявил, что Вагнер согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделениями, и глубочайший опыт является высокоэффективной структурой. Кой не может похвастаться, соответственно, Министерство обороны лично Шойгу. Что касается подчинения, говорит Пригожин, безусловно, ЧВК Вагнер абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и Верховному главнокомандующему. На территории, согласно распоряжениям Герасимова и Шойгу, ЧВК Вагнер согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным. А поскольку Суровикин умный, грамотный и опытный полководец, задачи, которые ЧВК Вагнер разрабатывал вместе с Суровикиным, выполняла по его поручению, показали высокий результат эффективности. Ну, здесь можно согласиться с человеком, которого вы не любите, и несколько раз мне призвали его не обсуждать, господином Стрелковым Гиркиным, который считает, что это военный мятеж. Ну, своеобразно такое, да, то есть это такой плевок в адрес министра обороны. Как вы оцениваете заявление все-таки Евгения Пригожина, его прямую апелляцию к интересам России главнокомандующих? Это, безусловно, плевок в адрес Шойгу. И это заявка на то, чтобы ему поручили руководить операцией. Он считает, что неэффективно руководит операцией Шойгу. Министерство обороны, в отличие от маленького ЧВК Вагнера, все делает неправильно. Ну, разборки, конкуренция. Путин поощряет такие разборки. Это позволяет ему контролировать всех. А противоречия, конфликты, которые возникают между его сторонниками или его окружением, Путин стимулирует дрязги всякого рода. Вот там проявляется то, в какой степени они верны ему. Так что он подливает масло в этот огонь сто процентов. Буквально за несколько часов до нашего с вами интервью стало известно о том, что на Бахмутском направлении вооружённые силы Украины деоккупировали сёла Благодатное и Благодатное и Макаровка. Это официальное заявление заместителя министра обороны Украины Анны Малер. Бахмутское направление, собственно, сёла, которое мы давно уже выучили по записи несколько месяцев. Понятно, есть туман войны. Понятно, сейчас мы мало слышим от Министерства обороны Украины. Тем не менее, контрнаступление уже идёт. Об этом сказал Владимир Зеленский. Как вы оцениваете ход происходящего? Вы знаете, я опасаюсь этого контрнаступления. К сожалению, за спиной Украины, вооружённых сил Украины, стоят, безусловно, последовательные друзья. Это Польша, Великобритания, страны Балтии. Но также стоят и очень ненадёжные друзья, которые постоянно призывают Украину к началу переговоров с Путиным и предлагают разного рода схемы. И, безусловно, находятся в договорных отношениях с Кремлём. И то, что они призывают Украину контрнаступать, мне кажется, я им совсем не верю. Я совсем не верю демократической партии. Я совсем не верю их честности. Я очень боюсь, что эти призывы, постоянно раздающиеся от демократической партии, могут создать сложную ситуацию для Украины. А, понимаете, для наступления нужны ресурсы в три раза больше, чем для держания обороны. и, кроме того, нужны ресурсы для того, чтобы отразить потом контрнаступление. Есть такие ресурсы у Украины? Я не знаю. Надеюсь, что есть. Молю Бога, чтобы они были. Но я также понимаю, что очень ненадёжный союзник Соединённые Штаты могут Украину подвести. Могут подвести умышленно, могут подвести просто в связи с сложной политической ситуацией. Давайте на секундочку представим, что я советник Байдена по национальной безопасности. Я обращаюсь к вам, Костян Данович. Вот всё мне нравится. Значит, если бы Украина не контрнаступала, вы бы говорили, что она не контрнаступает из-за демократической партии Соединённых Штатов Америки. Если она контрнаступает, то вы боитесь, что здесь есть подвох со стороны демократической партии Соединённых Штатов Америки. Нет здесь противоречий? Я просто рассказываю своё мнение. Я, к счастью, не несу ответственность за принимаемые решения. Это экспертное мнение. Я наблюдаю действия демократической партии вблизи. и оцениваю их не только в аспекте событий в Украине. Социалисты – это такая генетическая форма предательства всегда. Я бы призвал президента Украины и его окружения просто учитывать это. Григорий Явлинский дал интервью живому гвоздю Алексею Венедиктову, где он вновь заговорил о том, что война продлится не один год, вполне возможно десятилетие. привел исследования, которые показывают, что конфликты пролонгированного характера, они исследлятся более чем год, они для отслуживаются на 5-10 лет. И Явлинский считает, что необходимо пойти по корейскому сценарию, как он это говорит. Естественно, что в Украине даже само словосочетание корейских сценариев вызывает бурю негодования, ненависть к говорящему об этом. Но у нас с вами интервью, а я задаю вопрос. Как вы относитесь к позиции Явлинского, которая говорит о том, что это нескончаемая война, Путин не остановится, спиральная селена раскручивается, соответственно, Явлинский призывает пойти по корейскому сценарию? Мы уже это обсуждали. Война России в Украине закончится в момент прихода администрации республиканской. Все, что, все негативное, что произошло вот между Россией и Украиной, это все произошло при демократической администрации. Был захвачен Крым, при полном содействии демократической администрации. Ни одного выстрела по требованию демократической администрации сделано не было. Призывы сегодняшнее корейскому сценарию это призывы демократической администрации. и они в разной форме проявляются. Это предатели, генетические предатели. Это надо понимать и то, что Зеленский сделал ставку на демократическую администрацию и отказался от сотрудничества за республиканской администрацией. Это ошибка политическая, очень серьезная политическая ошибка. Ну вот сегодня если бы президентом был Трамп, никакой бы войны вообще не было. Путин ходил за Трампом, ловил около туалета, когда 45-й президент был президентом был Трамп. Вот и естественно не начал бы никакие военные действия, зная, что предыдущий его опыт в Грузии в 2008 году привел к тому, что в аэропорты там на Белиси и окружающих территорий стали приземляться Геркулесы и Путину пришлось развернуть свои войска от Белиси. Он был в 50 километрах от Белиси. И убираться с территории Тбилиси и Грузии. Вот. Значит, эта война действительно может продлиться очень долго, потому что она выгодна демократической партии, нынешней администрации. По многим причинам там можно обсудить это как-нибудь. Вот. Но эта война закончится только тогда, когда эта администрация будет отстранена от власти. Потому что это нечестная позиция по отношению к Украине. Было время, когда многие вопросы решались вообще без участия Украины. По поводу Украины без участия Украины. и в 14-м году, и, кстати говоря, перед войной, Зеленский очень точно правильно сказал, что необходимо прекращать эту практику, когда за спиной Украины за нее принимаются какие-то решения. Американцы, которые принимают решение сдать Украину целиком Путину, а Зеленскому на такси в эмиграцию. Леонид Анатольевич, давайте я еще реинкарнируюсь в Евгении Максимовича Примакова и задам вам следующий вопрос. Вы говорите, Республиканская партия. Республиканская партия, она начала войну в Афганистане, которая как раз закончила демократа спустя 20 лет, начала войну в Ираке, при том, что Колин Паул Подождите, Миш, ну зачем вы врете? Ну это зачем? Войну в Афганистане, вывод войск из Афганистана, прекращение войны в Афганистане начал президент Дональд Трамп. Он начал процесс управа, но практический вывод уже был при демократах. Да, и как он происходил? Там огромные потери, 200 тысяч. Это все делалось через то самое место, через которое социалисты всегда все... Я не могу понять, зачем вы сейчас сказали неправду, что при демократической администрации прекратилась война в Афганистане. Зачем это пропагандистские, продвижения пропагандистских установок? Если вы это опять будете делать, Миша, я не буду давать вам интервью. Константинович, я с вами согласен, что вы были при демократах и он был абсолютно лихорадочным, решение принимал Трамп. Я с вами здесь согласен. Так вот, я просто с вашего разрешения завершу. Вы произнесли фразу, что война в Афганистане была прекращена демократической партией. Это ложь. Нет, это не оговорилось. Вы зачем-то продолжаете продвигать пропаганду демократической партии. Мне это не нравится. Вот я просто завершу свое разрешение. Давайте отойдем от Афганистана. В 2008 году был Бухаревский саммит не Соединенные Штаты Америки. Там главную роль сыграла в Германии в том, что не дали ни Грузии, ни Украине по ДЧ. Но тогда была республиканская партия Буша старшего, точнее Буша младшего при власти был президент. Так все-таки уверены ли вы в том, что при республиканцах все было бы по-другому? Хотя я говорю, что при республиканцах при Трампе Украина получила летальное оружие. Это тоже правда. Поэтому я объективен. Было ли бы по-другому, если бы республиканцы были еще с властью? Знаете, это мне напоминает тоже рассуждение пропагандистов, сейчас очень популярные в Украине. Трамп сказал, что он закончит войну за 24 часа. Это значит, за 24 часа можно как закончить? Только сдав Украину Путину. Все. То, что Украине можно поставить высокоточное оружие, как в Кувейте, для того, чтобы уничтожить центр управления войсками. И при этом просто они будут отступать со скоростью самого медленного танка. Вот. Это вы опять начинаете пропаганду. Мне это не нравится. Нет, это не пропаганда. Нет, это пропаганда, и я не готов участвовать в пропаганде демократической партии и этих глупых установок, которые вы зачем-то продвигаете. Что было бы, если бы у власти были бы республиканцы? Какая разница, что было бы в случае, если бы? Мы рассуждаем о реальных событиях. Война начата при демократической партии, при поддержке Путина со стороны демократической партии, при сдаче Крыма. Демократы собирались сдать всю Украину. Всю. И только фантастическое истечение обстоятельств смелость Зеленского остановила эти проекты. Давайте теперь рассуждать, что было бы, если бы были бы республиканцы в Украине. Ну, Константинович, вы правы, только я с вами соглашусь в том, что Путин начал впервые подводить купационные войска к Украине, уже когда сменилась администрация в Белом доме. Это правда, это произошло в апреле 21-го года. Тут вы правы. До этого он этого не делал, это тоже правда. Константинович, вот перейдем к Каховской ГЭС. А вот уже понятно, что это сделали российские оккупанты и понятно, что это было сделано для того, чтобы смешать карты украинскому контрнаступлению. Насколько вообще адекватна реакция Запада на вот этот экоцит, который устроила Россия? До сих пор, мне кажется, она достаточно вялая. Как вы оцениваете? Она достаточно вялая. Есть в этом, так сказать, недоработка самой украинской администрации. Я об этом уже говорил и буду повторять. Это необходима работа с сообществами украинскими в Канаде, в Соединенных Штатах, в Европе. Необходима конференции, необходимо громко произносить какие-то вещи, необходимы законодательные решения. Администрация Зеленского чуть-чуть тормозит. Я не понимаю, почему это происходит, но чуть-чуть тормозит, не успевают. При Порошенко не принято были решения по Крыму, были проиграны суды с исками к России. Почему сейчас эти вопросы не поднимаются, почему не происходит поиск активов Путина, это можно было бы делать помимо администрации Байдена, которые в этом, конечно, не заинтересованы. Вот. Почему это не делает Украина, я не знаю. Вот. Очень многое из того, что стоило бы делать, не делается. Нужны конференции, нужны громкие заявления, нужны у Украины есть союзники, скандинавские страны теперь, Великобритания, они готовы проводить эти конференции, даже если это не нравится Соединенным Штатам, ну, демократической администрации. Вот. Это необходимо делать и, понимаете, ждать, что возникнет какая-то спонтанная инициатива на Западе, поддержка Украины, просто потому, что это так правильно, справедливо, ну, это слишком опрометчивое ожидание. Мир занимается своими проблемами, мы с вами, нас это касается, нам это все, так сказать, это наша боль, наши раны, но хочу вам напомнить, что в Судане там происходят события, во время которых возникают миллионы беженцев и 200 тысяч убитых, вот, и там рядом в Эфиопии, ну, чуть раньше, правда, 600 тысяч убитых и тоже миллионы беженцев. Расстояние от Вашингтона до Киева и до Судана примерно одинаковые, понимаете, вот, мир живет многими другими проблемами, которые надо решать, и от нас с вами зависит, от как будет мир реагировать, от администрации Зелемского, ну, надо активнее, он предпринимает какие-то усилия, и летает, ездит, встречается, но, видимо, недостаточные. Я вижу некоторую слабость в действиях МИДа Украины. Вот, мы с вами обсуждали некоторое время назад очень странная их позиция по отношению к Израилю. Вот, и... Ну, Алисковик объяснял инертность определенной дипломатии. Объяснять, вы себе представляете, сколько способов объяснить все, что угодно. Мы с вами говорим сейчас не об объяснении, а о фактах. А факты таковы, я очень рад, что Аристоич что-то понимает, видит инертностью. Вот, значит, там что-то не так срабатывает в МИДе. Константинович, вы с вами упомянули, что это вопрос репарации, вопрос того, что в принципе Россия должна была бы заплатить Украине. Сейчас говорят о том, что в результате взрыва и подрыва плотины на Каховской ГЭС уничтожено сельское хозяйство на территории Херсонской области и непонятно, когда оно восстановится. Это помимо всего прочего. Мы не говорим про уничтоженные дома и прочее, прочее, прочее. То есть это огромное, не просто прямые убытки, а еще и упущенная выгода Украины как государство. И действительно, почему-то мы не слышим о том пакете помощи в плане маршала, который Украина получит. То есть Запад помогает Украине, но это не та помощь, которую Украина бы рассчитывала в условиях этой полномасштабной агрессии. Вот наш взгляд, какую игру играет Запад, когда мы говорим именно о репарациях и о конфискации российского имущества? Для того, чтобы потребовать у России репарации, нужно оккупировать Россию, нужно выиграть войну разными способами, но нужно выиграть войну, нужно не границ 1991 года достигнуть, а нужно победить эту гадину. А такой даже цель Украина не ставит. Знаете, я оцениваю, так сказать, тут была даже экспертная такая работа по поводу не репараций даже, а компенсаций за учеб полученную Украине. Ну, экспертные оценки показывают, что Украина не получит от России почти при всех сценариях развития ситуации не получена компенсация. А последний случай дезинтеграции империи, это Евгославия, государства, которые пострадали от войны, от разорения, от действия Милошевича, вообще никакой компенсации не получили, но это правда в малых масштабах. то есть это наше с вами желание, чтобы возник план маршала, вот, но для этого надо работать, для этого надо принимать законы, для этого надо уже сейчас начинать эту работу, привлекать экспертов, разрабатывать эти проекты, начинать судебные иски, разыскивать спрятанные Путиным триллионы долларов в экономике там европейской, Соединенных Штатов, но это пока ничего не делается, пока обсуждается на каком-то, ну, я бы сказал, детском уровне вот этот вопрос компенсации людям, которые потеряли свое жилье от Запада, ну, это просто нереально, это не, это очень далеко от реальности. У нас есть пример, вы хорошо помните, дело Юкоса, которое судится с Россией, я уже не знаю, на больше 10 лет, акционеры Юкоса миноритарные, и было несколько решений арбитража и счета войны о присуждении 50 миллиардов долларов, а в основном они там, ничего не происходит, это все увязло в судебных распрях. Не получится ли, не получим ли мы похожую историю, когда Украина будет годы судиться с Россией за то, чтобы вернуть действительно то, что Украина потеряла в результате этой агрессии? Ну, с большой вероятностью, тем более, что мы это видим после захвата Крыма, очевидно, это же кроме политических событий, это же огромное экономическое еще, просто воровство там из массандра моих любимых вин, вот я до сих пор воспоминания у меня очень приятные об этом время, воровали, вывозили, продавали, никому ничего не компенсируя, но это было при Порошенко, который не хотел ссориться с Путиным и, насколько я понимаю, рассчитывал даже на помощь со стороны Путина, как сейчас он рассчитывает на помощь со стороны Байдена, вот, где эти решения, где эти судебные иски успешные, где эти компенсации, их нету, проигранные суды там по разным причинам, ну, это претензии не к Путину, понимаете, к варварам, бандитам предъявлять претензии морального характера, ну, просто смешно, это должны быть материальные иски, и они должны быть удовлетворены, но этим надо заниматься, не только говорить, где эти деньги, вы в Украине сейчас, это вопрос, который я должен вам задавать, где компенсация Украине, за Крым, где, где компенсация за восток Украины, где компенсация за вывезенные заводы, целые заводы, я уж не говорю о профессионалах, которых там захватили и вывезли с территории Украины, военные заводы, где они, они в России. Зинтанч, я вам благодарю за это интервью, Косин Датч Боровой, известный общественный деятель, политик-предприниматель, был сегодня на канале Daily Europe Online, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Спасибо большое, Косин Датч. Спасибо.